Форт Сталин. Так именовал наш враг 365-ю зенитную батарею. Именно она в период второго штурма Севастополя встала на пути главного удара противника. А с первого дня третьего штурма ежедневно подвергалась ожесточенному обстрелу и бомбардировкам. 13 июня 1942 года в 15-18 с батареи поступила последняя радиограмма. Отбиваться нечем. Личный состав вышел из строя. Открывайте огонь по нашей позиции, по нашему командному пункту. Артиллеристы двух батарей открыли огонь по позиции 365-й батареи. Даже в мирное время это место не потеряло своих защитников. Севастопольцы сумели отразить многочисленные попытки застроить знаменитый Форт Сталин. Теперь это объект культурного наследия. В 79-ю годовщину гибели зенитной батареи вспоминают её героев. За эти годы удалось узаконить батарею как вновь выявленный объект культурного наследия. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Всё-таки эти документы, они дали охранную зону. И мы постепенно благоустраиваем. Слово благоустройство позволяет нам проводить те работы, которые мы делаем. Этот день стал одновременно и радостным для всех присутствующих. В орудийных двориках появились реплики тех самых орудий, которые отражали атаки немецко-фашистских захватчиков. В рамках благоустройства нам удалось даже восстановить орудийные дворики. И вот сегодня мы установили два наших главных на сегодняшний день экспоната. Это те самые пушки лендера, орудия, которыми воевала батарея. Средства на изготовление макетов орудий выделил губернатор Ямало-Ненецкого округа в рамках всемирной акции «Наша история. Наша победа». Макет изготавливали в Симферопольской мастерской. Мастер Сергей Иванович Криворучко руководил восстановленное орудие по чертежам, по тем самым чертежам, по которым делалась когда-то пушка, которая имеет очень давнюю историю 15-го дробь 28-го года. Торжественно открыли экспозицию сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева и командир отряда память Севастопольского объединения поисковых отрядов долг Александр Запорожко. Открытие совершенно уникального нового экспоната, потому что модель зенитного орудия, которая здесь представлена, об этом мечтали те, кто здесь вел раскопки, кто выковечивал память 365-й, многие десятилетия. Это просто вообще невероятно, что это все-таки удалось. И это говорит о том, что очень много неравнодушных людей, которые помогают батареей. У меня невероятное совершенно чувство. Во-первых, у меня вот остался кусочек красной ленточки, которая была перерезана, потому что это открытие новой экспозиции. И это, конечно, дорогой для меня такой реликвия, которая останется точно в моем архиве. И, во-вторых, такое ощущение, что ты в бою. И я думаю, что ребята, которые будут сюда приходить, если у нас такое чувство, то у них оно тем более возникнет. Для всех желающих командир отряда память Севастопольского объединения поисковых отрядов долг Александр Запорожко провел экскурсию. В каждой батарее находилось четыре орудия. Калибр 76,2, пушки устаревшие, пушки лендера 1915-28 год. Сноровка была доведена до автоматизма. Если учесть одну из стрельб, которая здесь произошла, по заявкам кавалерийского полка немцы зашли в лощину севернее батареи, где-то в районе около двух-трех километров, будем так грубо говорить. И надо было уничтожить эту колонну. Два орудия били по хвосту колонны и по голове, а остальные били по центру. Появление макетов пушек на территории зенитной батареи для поисковиков – долгожданный подарок. Экспозиция открыта для всех желающих.